Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня будет тема достаточно интересная и достаточно, я думаю, скажем так же, вотрепещущая для многих торологов и для многих людей, у которых вообще есть, скажем так, какие-то блоги или каналы по той причине, что вообще, конечно, каждый день в соцсетях, поскольку есть на канале ссылки на соцсети, к нам приходит и добавляется большое количество людей, не то чтобы добавляется, а пытается добавиться. И вот здесь я хотела бы поговорить на тему о том, надо ли вообще добавляться в друзья, если вы приходите на мою страничку в соцсетях. Дело в том, что у меня нет никакой цели собрать огромное количество друзей, там, допустим, в какой-то соцсети для того, чтобы их было там 28 тысяч и прочее. Мне это не нужно. Я, скажем так, помогаю людям ситуативно. Есть люди, которым я помогаю на постоянной основе, регулярной на протяжении многих лет. И вот здесь я зачастую сталкиваюсь с определенными, очень характерными ситуациями. Первое, это когда молча кидают приглашалку в друзья, то есть какой-то человек появляется, просто кидает тебе приглашение и ждет, пока ты его добавишь. При этом ничего не пишет, не здоровается, ничего о себе не упоминает, не поясняет, с какой целью он пытается добавиться к вам, просто ли для того, чтобы погулять по вашей странице и что-то посмотреть, да, из своего любопытства здорового или нездорового, или для того, чтобы получить расклад, или потому, что давно смотрит канал и просто хотел бы, скажем так, быть причастен каким-то образом и иметь возможность общаться, именно имея какую-то, скажем так, дружескую, дружескую не в смысле отношений, а дружескую именно в плане статуса в соцсетях, скажем так, вот эту добавочку, да. То есть человек зачастую приходит с непонятными для меня намерениями и дальше происходит иногда вообще очень интересно. То есть человек может добавиться молча, через какое-то время он просто молча удаляется, при этом мало того, что он удаляется, он еще и блокирует, например, мой аккаунт. На каком основании я вообще, конечно, не понимаю, почему, что происходит в больном мозгу у человека, который поступает именно так. Бывает так, что люди приходят и получают расклад, то есть они приходят за раскладом, они получают расклад и после расклада начинают блокировать, что-то удалять, отписываться и прочее. Есть еще один типаж, который просто добавляется и постоянно пишет какую-то фигню, присылает смайлики, присылает какие-то открыточки, отрывая огромное количество времени на прочтение такого рода сообщений. Конечно, на протяжении нескольких месяцев, вот с того момента, как появился канал, я увидела вот этот поток, огромное количество желающих добавиться. И поскольку я, скажем так, в виртуальном мире достаточно недавно, я в основном принимала личными приемами на протяжении 15 лет, после чего уже, скажем так, вышла на интернет пространство для того, чтобы меньше посторонних людей просто приходили в дом, потому что это, конечно, честно скажем, напрягает и не всегда хочется принимать человека в удобное ему время, которое часто бывает неудобно для тебя. И в этом случае, конечно, я хочу сказать о том, какое решение в этой ситуации, вообще что делать, как себя вести и что вообще, как поступать, если хочется добавиться. Во-первых, прежде чем кидать мне приглашение в друзья, подумайте о том, зачем вам это в принципе нужно. Если это просто из любопытства или просто, как вы считаете, какой-то знак вежливости для того, чтобы, скажем так, иметь возможность написать сообщение, я могу сказать сразу, что я добавлять вас не буду по одной простой причине. У меня сообщения открыты. Если человек хочет что-то написать, он может написать мне всегда. И если расклад нужен, если мы договариваемся о том, что расклад будет, человека устраивают условия помощи, за которые он обращается, то тогда мы работаем. И при этом абсолютно для меня не важно, состоите вы у меня в друзьях или вы не состоите у меня в друзьях. Если вы пришли за разовым раскладом и заказали его, тоже не стоит добавляться в друзья, потому что если вы не планируете дальнейшее общение, вот эти мертвые души, которые могут висеть на странице, меня тоже вообще слабо интересуют. И есть еще один нюанс. Если вы пытаетесь добавиться, то обязательно пишите. То есть, по крайней мере, есть определенные правила вежливости. Поздоровайтесь, объясните, почему вы добавляетесь в друзья. Потому что вы можете считать меня старовером, вы можете считать меня, допустим, человеком, который не следит за современными веяниями, за современными тенденциями и какой-то модой соцсетей. Но я могу сказать, что я привыкла здороваться как в соцсетях, так и при личном общении. И я очень ценю вежливость. И очень ценю соблюдение правил этикета. Так вот, если вы не собираетесь быть постоянно обращающимся человеком, если вы еще не поняли, чувствуете ли вы меня как ведьму или как таролога, или вообще как человека, то добавляться ко мне не нужно. То есть, для меня, в принципе, вот те висящие по нескольку десятков человек каждый день, которые пытаются добавиться, причем без единого слова со своей стороны, они просто вынуждают меня тратить свое время на то, чтобы им отказывать в принятии в друзья. И в данном случае я могу подвести итог. То есть, резюмируя, могу сказать, что если вы хотите обратиться ко мне, добавление в друзья не обязательно, потому что у меня вообще создается ощущение, что весь мир у нас немножечко свихнулся, что мы живем сейчас все вот в этом каком-то нереальном мире, когда все друг к другу добавляются. Если кто-то обиделся на что-то, или его не устроили условия помощи, или еще что-то произошло, то тогда мы берем и блокируем людей. То есть, вообще это какой-то цирк и детский сад. Вообще, все это сродни, скажем так, ситуации, когда вы просто обращаетесь, вы можете обратиться к человеку, и при этом не важно, какой у вас статус, добавлены вы в друзья в соцсетях, или вы не добавлены. Вы получили, например, ответ на свой вопрос, вы получили условия помощи, которую вы можете получить. Если вас устраивает, мы работаем дальше, если вас не устраивает, мы просто абсолютно спокойно расходимся. И, естественно, я никому ничего потом не пишу, я не выясняю, а почему вы все-таки расклад не заказали, потому что, дорогие люди, у меня на это просто нет времени, потому что я в это время работаю. И если бы я спрашивала каждого, ну как, а как вам расклад, вы будете заказывать или нет, ну вы извините, тогда просто у меня время уходило бы не на работу, не на помощь людям, а на то, чтобы просто сидеть и целыми днями переписываться. На такую роскошь, естественно, я не имею возможности тратить свое время. И плюс еще очень важное обращение. Ни в коем случае в соцсетях не делайте звонков. То есть, если вы мне просто так начинаете звонить в соцсети, знайте, что вы просто отправитесь в бан. Потому что, во-первых, по стране разное время. Во-вторых, я в соцсетях отвечаю тогда, когда у меня есть время. Иначе получается так, что я записываю, например, для кого-то расклад, в это время разрываются соцсети, трезвонит все, что только можно. И люди потом еще обижаются, от чего это вы не подошли, не взяли трубку. Так вот, я не разговариваю в соцсетях, я не беру, скажем так, трубки. И даже в одной из сетей у меня просто заблокирована эта функция. Для того, чтобы люди, которые не имеют воспитания, не доставали таким образом. Не надо, пожалуйста, присылать какие-то бессмысленные спам-открытки, какие-то политические новости мне и прочее. Я это не читаю. Если я захочу это прочитать, я зайду на какие-то новостные сайты и сделаю это в то время, когда мне удобно. Плюс ко всему, не присылайте, пожалуйста, голосовые сообщения. По одной простой причине. Иногда человек растекается мыслью по древу, начинает от рождения, от того, как он пошел на горшок, а потом он познакомился с Ваней, а потом с Петей, а потом она вышла замуж, а потом она пятерых детей родила. И вот сейчас скажите, почему у меня там заноза в мизинце. Вот не нужно мне всей этой предыстории и не нужно мне огромных длинных сообщений. Тем более голосовых. Голосовые, которые длиннее 10 секунд, я не слушаю вообще. В принципе, я голосовые не слушаю обычно. Поэтому пишем все, стараемся формулировать свою мысль в письменном виде. Пишем доходчиво, ясно, кратко то, что вы хотите посмотреть, то, что у вас случилось. И я уже тогда смотрю, и, соответственно, мы приходим к решению того, нужна вам моя помощь или не нужна, берусь я за вас или не берусь. Поэтому, пожалуйста, берегите свое время, уважайте свое время, уважайте мое время. Ну и, конечно, ну потому что, скажем так, очень долго собиралась записать вообще видео на эту тему, на тему добавления в друзья. Я вам могу сказать сразу, что вот сегодня просто случайно уселась. Думаю, просто что в голове, скажем так, на эту тему накопилось. Все вам расскажу и выскажу свое мнение. Поэтому я рада общаться со всеми воспитанными людьми, с теми людьми, которые адекватны. Но при этом добавление в друзья не обязательно. А если вы решаете добавиться, если вы решаете пригласить меня к себе в друзья, то в таком случае подумайте, вам это надо на совсем, скажем так, или вам это надо просто, чтобы получить один расклад. То есть если это просто один расклад, если мы с вами не общаемся в дальнейшем достаточно часто, то добавлять в таком случае, естественно, в друзья не стоит. И я вам могу сказать, что где-то 97% получают отказ при добавлении в друзья. И добавляю я только тех, кто общается со мной достаточно давно, кто заказывал уже не единожды расклад, кто, возможно, получал магическую помощь. И вот эти люди уже могут рассчитывать на добавление. Все остальные, которые то добавляются, то отпадают, то кто-то кого-то блокирует, то потом пытаетесь разблокировать и пишите мне. И опять знайте, что если вы добавились на 3 дня, потом вы удалились, то вы автоматически у меня переходите в бан. И дальше с такими людьми я просто общаться не буду для того, чтобы не тратить свое время. Потому что бывает человек что-то спросит, то есть добавился в друзья, что-то спросил, ты ему отвечаешь, он еще что-то спрашивает, ты ему через 10 минут буквально пытаешься написать ответ на его сообщение, на его вопрос и понимаешь, что просто человек поставил тебя в блок. Вот в таких случаях я могу сказать сразу, вы автоматически будете улетать в бан, потому что это как минимум и в реальной жизни, и в виртуальной жизни, и в любой жизни. Это показатель отсутствия воспитания. А естественно с теми людьми, которые не воспитаны, и которые ведут себя невежливо, я просто не хочу общаться, я просто не хочу тратить на них свою жизнь и свое время. Потому что есть огромное количество позитивных, адекватных, хороших людей, людей, с которыми мы общаемся, с которыми мы сотрудничаем на протяжении длительного времени, годами. И вот этим людям я всегда рада. И таких людей, конечно, я добавляю в друзья, и, конечно, на протяжении длительного времени мы, скажем так, общаемся и поддерживаем связь. Ну и, конечно, раз колода карт лежит у нас, она должна выстрелить. И в данном случае у нас будет, давайте, такая тема, совет по поводу друга. Давайте сделаем так. И сегодня, ну давайте три варианта. Мы сделаем первый. Второй вариант. И третий вариант. Совет по поводу друга. Что делать вам с другом? Первый, второй, третий вариант. Для тех, кто выбрал третий вариант, мы смотрим. И здесь видим карту, которая говорит о том, что вам сейчас лучше не вмешиваться в жизнь друга. И, возможно, тот друг, о котором вы думаете, это не такой уж и преданный вам человек. И в данном случае карты советуют вам минимизировать с ним общение. Возможно, если это друг в соцсетях, кстати, вполне возможно и такой вариант, вам лучше вообще его заблокировать. Потому что если он ведет себя неадекватно, или она ведет себя неадекватно, то в данном случае вы рискуете получить некие негативные переживания, связанные с общением с этим человеком. Поэтому в данной ситуации вам лучше всего устраниться от общения и дать другу возможность подумать, остыть. Если между вами был конфликт, то особенно сейчас на какое-то время отстраниться для того, чтобы человек мог прийти в себя. Но если человек ведет себя неадекватно, если он портит вам настроение, если он, будем так говорить, пытается лезть в вашу жизнь и какие-то указания вам давать, то вообще лучше его отправить в бан, лучше его заблокировать, как в реалии в телефоне, так и в соцсетях. То есть здесь в данном случае перспективы общения пока туманы, перспективы общения с задуманным человеком пока что скорее всего закрыты. И так может продолжаться вплоть до месяца ближайшего. Для тех, кто выбрал второй вариант, он второй у нас по порядку открытия. Вот здесь ложится карта совет по поводу друга. Но вот здесь вот карты советуют вам поступать традиционно. И карты советуют вам, если друг нуждается в помощи, помочь ему поделиться тем, что вы имеете с этим человеком. Если другу нужен ваш совет, то вы можете дать этот совет. Если другу сейчас, например, негде жить или там, допустим, идет ремонт или прорвало у крана, ему или ей нужно где-то переночевать, то пустите к себе в дом. Этот человек для вас безопасен. Он может входить в ваш дом, в вашу жизнь, при этом не нарушая вашего комфорта, вашего покоя и вашего благополучия. Для тех, кто выбрал первый вариант, давайте посмотрим. Он третий по порядку открытия у нас. И вот здесь ложатся карты. Карты, которые говорят о том, что для вас почему-то с загаданным человеком в ближайшее время могут очень важными стать финансы. Причем эти финансы могут быть достаточно крупными. Может возникнуть, если еще не возник, какой-то финансовый вопрос. И вот здесь карты говорят о том, что если к вам пришли какие-то легкие деньги, какой-то легкий доход или что-то просто какое-то благо материальное достаточно легко, то вы можете поделиться этим благом с вашим другом. Если это деньги заработанные, накопленные и полученные с помощью большого труда, то тогда этими деньгами лучше не делиться. Лучше оставить все себе. Или выделить другу какую-то сумму, которую вам не жалко потерять окончательно. То есть ту сумму, которую вы можете подарить, а не дать в долг. В любом случае, карты говорят о том, что сейчас в отношениях вы должны быть больше ориентированы на свои интересы и полностью альтруистически не растворяться в том человеке, который вами загадан. Потому что в этой ситуации, в данном случае, ваше благополучие имеет, и вообще ваша работа на ваше благополучие, она имеет большие перспективы, нежели помощь другу с отказом себе во всем. То есть сейчас вы должны быть эгоистом и ориентироваться на себя. Я не знаю, почему карты дают такой совет, который, казалось бы, вроде бы не по-человечески советует поступать, но зачастую карты оказываются правы и они знают что-то большее. В результате мы приходим к положительному результату. Поэтому здесь вот карты, конечно, по первому варианту вам советуют принять во внимание себя свои интересы, свои удовольствия и уже только во вторую очередь смотреть на друга и его чаяния. Особенно часто это бывает актуально для тех друзей, которые привыкли сидеть на шее. То есть бывают такие друзья, которые постоянно там «Ой, а ты себе платье купила? Ну да, я на день рождения надену». Или «Ой, у тебя серьги новые? Ну да, я поношу недельку, тебе отдам». «Ой, извини, я сережку потеряла». Или «Ой, а ты мне их и не давала». То есть если есть потребительское отношение к вам, то просто смело плюйте на этого человека и занимайтесь собой. И как бы это парадоксально не звучало, в таком случае этот человек будет уважать вас больше и будет относиться к вам лучше, нежели в том случае, если вы будете разбиваться в лепешку и стараться только для него или для нее сделать что-то хорошее. То есть люди ценят в нас, как бы это странно ни звучало, эгоизм и уважение к себе. Я от души желаю, чтобы ваши близкие люди относились к вам с уважением, чтобы рядом с вами были достойные люди, которые не хотят, скажем так, сидеть у вас на шее, а хотят быть равноценными партнерами в любых отношениях. И я от души желаю всем удачи. Для тех, кто хочет заказать личный расклад, в текстовом описании все контакты для связи со мной. Всем удачи, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok